Что касаемо игры, конечно, ну здесь, скажу так, что пахнет футболом, именно и качество поля, и стадион, и атмосфера, да, вот это, конечно, когда ты повращаешься именно в футбольную атмосферу, ты, конечно, получаешь дополнительные эмоции. Что касаемо игры, первый тайм, в принципе, и планировали сыграть чуть ниже, дать сопернику больше поработать с мячом, в принципе, у них очень качественная команда, и набравшая ход, и есть хорошие исполнители, конечно, может, нам на руку сыграло, что не было Савицкого, Рудика, да, но это, как говорится, рабочий момент, это всегда есть нюансы, футболисты часто травмируются, так что, ну а по игре первый тайм, я считаю, что вообще-то там, наверное, минуты сороковой, без моментов, да, было, потом, ну, саперник хорошо исполнил, забил гол, и потом у них опять с этой же позиции бил игрок, но проблема у Наши была, что мы акцентировали внимание на то, что вот этой зоной, именно показывали, что она должна зацементирована, мы не должны оттуда дать донести футболистам удар, и там, кого не коснись, условно, когда мы готовились, все не знали, что Рудик будет играть, там, и Савицкий, все Савицкий, Рудик, там, Жуковский, этот, Якимов, да, очень с хорошим, качественным ударом, и вот это мы, в принципе, отсюда и пропустили, ну, второй тайм, соперник перестроился, в плане того, что начал играть по счету, конечно, и мы уже более атаковали, завладели инициативой, нагнетали, были у нас пара моментов, которые такие, я не скажу, что они на тысячи процентов, но были, где можно было за счет хорошей реализации исполнить, ну, и повезло, что, конечно, забили со стандарта, забили, это, конечно, только в плюс, и мы, в принципе, я сказал, что как сложился счет, игра, но мы довольны, в результате. Сегодня, в зависимости, дебютировали сразу три нового футболиста, вот как их игру оцените? Ну, мы, в принципе, их чуть и сели ниже, для того, чтобы адаптироваться к игре, потому что три, с листа человека, когда играют, это определенное есть недопонимание, какой-то, даже взаимодействие между игроками, и, конечно, мы попаялись этого, что, ну, в принципе, когда футболисты квалифицированы, да, ну, их уменьшено временную адаптацию, и, в принципе, они это показали. Понятно, что разные еще уровни взятоготовности, потому что один, на втором тайме подсел Балашов, но мы не собираемся менять, потому что мы его махать, и его они страховали больше, потому что мы можем создать ничего, ну, Логин он, в принципе, ровно сыграл, ну, Ивашка, нападающий, который забил гол, это, ну, какие вопросы у меня. Спасибо, еще вопросы? Пожалуйста. В прошлом году не смогли обыграть с ним, в двух матчах всего, и в этом году тоже в первом круге проиграли 0-1, сегодня 1-1. С чем это связывается, почему не удается в личных встречах? Я, как бы, знаете, разный тренинг, разный подход, у одного вот так, у второго вот так, это уже разные команды, я, как, понятно, что им одно осталось, но это разные две команды, и, конечно, что касается нем, он, кстати, Игорь Николаевич был уже во втором круге, где мы, ничья у нас была, да, ну, это футбольный город, да, с хорошими футболистами, и приехать тут обыгрывать, да, надо два, но это не получится, и мы знаем, что будет очень сложного. С чем связана замена тараканов в тренинг? Ну, опять же, я говорю, что где-то антураж есть, молодой парень, пациент, три игры выдал вообще, в принципе, шикарные, да, но все равно, я вам скажу, Гробно, Брест, когда приезжают все-таки, особенно молодых ребят, часто давляют эти трибунки, и сама атмосфера футбольная, у меня было опасения, но я считаю, что, в принципе, он сыграл ровно, да, но не на своих возможностях, ну, и у нас все-таки, я считаю, один из лидеров команды, есть волеев, да, в принципе, наверное, спрашивается. Спасибо. Если нет больше вопросов, тогда наша пресс-инференция закончена.